Немножко поговорим о Содоме и Гаморе, с Думы. Проишедший потоп в прошлой недельной главе был каким-то невероятным экстраординарным событием, божественным вмешательством, которое однократно было. И это было в тот момент, когда деградация человечества достигла вообще недопустимых масштабов. И обещано было, что второго потопа не будет. А вот в чем написано у пророка, что со Сдомом? Там написано, вот в чем беззаконие сестры твоей Сдом. Гордость, присыщение хлебом, праздность свойственна. И руки бедного, и нищего не поддерживали. Это пророк Ехеский. И что? И что? Если там люди скряги, скупые, со злым сердцем, что же здесь такого страшного? Но страшно то, что в этом случае Всевышний даже не обещает, что такое не повторится. Так почему все-таки Сдом был разрушен? Что такого страшного? Был такой рабик, Ехель Михаил Фонштейн. И он сказал, что в Гумаре, трактате Хулин, сказано, что разные народы творят разнообразные мерзости. Но у них есть красная черта, которую они не переступают. Ну, например, ганнибалы, которые питаются человечиной, не торгуют человеческим мясом на рынке. Почему? Даже самый страшный злодей в глубине сердца стыдится своих поступков. Он не станет узаконивать и приступать публично законы. Вот это был грех Сдома. И весь ужас тамошнего вот всего этого жизненного клада. Его жители узаконили преступление. Официально утвердили так называемый закон Сдома. Публичного всеуслышанного. Это было абсолютно недопустимо. Из-за этого Сдом был и разрушен. И сейчас там, где беззаконие возведено в закон, любая страна и любая земля, их существование призрачно и иллюзорно. И может завтра прерваться, потому что... Так Бог сказал. Он не обещал, что этого не будет. Если что-то немножко в оправдании, могу сказать, что Сдом и Гамора, там, Сдом вообще этот сюжет известен практически всем. Там, где была процветающая, самая лучшая в мире земля, плодородная, сегодня Мертвое море. Вот нечестие вот этих вот жителей города, повторяю еще раз, и окрестных нескольких происходило в том, что урок Всевышнего они освоили вот неверно. Почему? Потоп был наказанием прежде всего за разбой, за кражи там. Зная это, жители с дома объявили имущество священным. Они запретили милостыню, запретили гостеприимство, все священное, все мое. Они не поняли такой вещи, что крайняя скупость не менее разрушительна, чем грабеж. В таком мире, где люди не помогают друг другу, жилища для Бога не построишь. Это катастрофа. Тем не менее, по оправданию, поскольку намерения, при всей их извращенности людей, коренились в желании поступать правильно, то написано, что эти города в Писании будут восстановлены в эпоху Машингха. Это еще один пример того, что всегда надо искать золотую середину и не впадать в какие-то крайности. А урок Сдома должен помочь людям идти дальше и меньше ошибаться. Расскажу короткую историю про Сдом. Когда Левий Ицках из Бергичева попросили стать рэбэм в этом городе, он согласился при условии, что старейшины не будут привлекать его для обсуждения вопросов местного самоуправления, за исключением таких случаев, когда собираются принять новый закон. И все, чтобы было, и чтобы его не вызывали. И вот его вызвали, и глава общины говорит, спасибо, рэбэ, что вы пришли. Мы собираемся огласить новый закон. Надо, вот сейчас много нищих, они мешают, ходят по домам, стучат, и неизвестно, кому помогли, кому нет. Мы запретим нищим стучаться в двери горожан. Отныне они будут ежемесячно, кто записался в кассу, получать помощь от общины и казны, и все, и запрет. Глава общины замолчал, он полагал, что раввину потребуется некоторое время, чтобы обдумать ответ, но рэбэ отреагировал сразу. Он сказал, насколько я помню, вы обещали приглашать меня только для обсуждения новых законов. Данное дело, вне сомнения, не отвечает этому требованию. Глава общины говорит, почему, рэбэ, мы, на самом деле, обсуждаем новый закон? Левицкий говорит, нет, это уже принимали в Сдоме. Это закон известен со времен Содома и Гаморы. Ибо там тоже были все законы, позволяющие горожанам уклоняться от своих обязанностей перед бедными под видом порядка. Совет отклонил это. Поэтому быть добрым, великодушным, справедливым и праведным вообще не сильно удобно. Почему? Потому что инстинкт побуждает нас к чему? Не к праведности, а к самосохранению. Впервые быть нам вот в этом уме, там содержится набор такой, съешь, а то тебя съедят, там еще там. Это не нравственность. Это простой опыт выживания. Нравственность возникает, когда в голове серое вещество немножечко становится. Мы принимаем эгоистические законы, предавая им виды сострадания. Это касается отдельных людей, отдельных народов. Вот Левицкий из Бердичева напомнил этим, это Бердичевским новым законодателям. И они признали его правоту и хорошо. А как вот мы бы с вами поступали? Ведь мы тоже иногда с таким сталкиваемся. Вот мы следуем в жизни каким-то правилам, ссылаемся на них и доказываем людям свою правоту. Вот надо написанного прислушаться к себе. Действительно ли эти правила справедливы, или они служат лишь оправданием нашего эгоизма? Написано очень интересно. Всякий раз, когда ты устанавливаешь для себя какое-то новое правило, посоветуйся с Левицкой, как он из Бердичева с его этим рассказом, спроси, действительно ли это правило служит благу всех людей, или же оно защищает только твои личные интересы и твое эго. От этого очень многое зависит. Потому что то, что сказано однажды, оно всегда повторится. Чтобы не допускать нового с дома, надо немножко менять себя и окружающую среду. Браховы от слуха. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!